Привет, друзья! Я сейчас в осенних Карпатах. Поднялся почти на гору Гемба, Гымба или в общем как-то все по-разному называют. Очень сильный ветер дует, причем очень холодный и при этом внизу дико жарко. То есть ты как бы обливаешься потом, тебе жарко, ты себе все сбрасываешь, только поднимаешься чуть-чуть наверх, идет такой морозный ветер. Тут снег, как вы видите, лежит и ты заболел. Вот такой расклад. Я пока еще не заболел, но ветер, конечно, бодрящий. Я хотел вам показать осенние Карпаты. Я здесь был уже много раз. Отсюда есть уже много видео-блогов разных из этого места, из Большого Верха. И много есть мест, куда я хотел попасть, но так еще и не попал. Планировал в этот раз, но боюсь, что с такой погодой, при том, что я здесь как бы один, наверное, в этот раз может и не получится. Но сейчас вот эти места, они другого цвета совершенно и здесь есть что посмотреть. Поэтому сегодня прокатимся, посмотрим на все эти красивые желтые, рыжие оттенки. И в целом посмотрим, как здесь в конце, можно сказать, где-то в середине октября, насколько все катабельно. Сейчас хочу напомнить бабье лето. В прошлом году на бабье лето я в Карпаты не попал. Мы катались в Киеве. Все видео отсюда и то, что мы катались в Киеве, ссылки, все это будет в описании. Если вдруг вам будет интересно посмотреть то, о чем я часто упоминаю, можете заходить и смотреть. Здесь по этому траверству можно подняться вверх, для того, чтобы поехать туда уже в сторону полянок, в сторону трейла Кривые пути, по которым были соревнования как-то. И чтобы не взбираться на самую верхнюю гипну, потому что, за сути, вот этот траверс намного прикольнее, чем спуск потом будет в самую гипну. Он просто простой, ровный, а тут так более техничненько, можно подкручивать, почиркать педалями. И, конечно, она вот туда вот лучше вправо не уходить, но если вдруг вы уходите, то, в принципе, оно мягенько. Это уже было проверено не один раз, так что дико страшного ничего нет. Из-за того, что здесь снег был недавно, оно все такое мокрое, тут надо брать внимание. Пытаемся где получается откручивать. Вмесь. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Попробую проехать все-таки правее, тут веселее, так на вид оно. Ну и на соревнованиях, по-моему, как раз так вот оно и было. О, бля, сюда. У меня прям дилемма, и ехать хочется, и хочется посмотреть вот на все это. Ой, хорошо, что здесь камера, я смогу потом все это пересмотреть, причем не один раз. Но вот здесь, конечно, осень вот в этой части Карпат очень красивая, потому что здесь, как вы видите, деревья, и они все цветастые, потому что, если были бы только елки, все было бы просто зеленое, а так осень прям полноценная. Ой-ой-ой, сноуборд, сноуборд, стоп. Живые камни. Коп-коп-коп. Все они щемелятся. Велосипед в сноуборд превращается в эти моменты. Вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы, конечно, попали в такое место, что у меня сейчас челюсть просто отвисла. И это круто. Кстати, вполне вероятно, что на соревнованиях тут было так же красиво, просто мы пролетали с этой и даже не замечали. Но сейчас это очень красиво. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так, куда мы выходим? На поляра Кровь кальни Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...